Вторник, два часа дня. На горку возле санатория Ленина пока еще подтягиваются дети. Кто-то несет с собой ледянку, кто-то санки, а кто-то нынче модный тюбинг или так называемую ватрушку. А много детей на тюбингах катаются? Ну да. Видел, может кто-нибудь там падал с него или что-нибудь с каким-то травмом получал? Было такое, врезался куда-нибудь? Было. Поднимаюсь, ну, когда приехал, мальчик там едет и вырезается в столб затылком. Что потом было? Ну, короче, я плакал и родители с ним ушли. А на ледянке как ездить, расскажи? Ну, тоже не очень безопасно, но нормально все равно. Может быть, видел, кто-то там падал, как-то себе ударялся, что-то было такое? Ну, да, когда много народу было. Что было, расскажи. Да все почти падали, ударялись друг об друга. Это очень круто, потому что уже два года почти не было снега этого, и как только начался он, уже хочется не упустить момент. Впрочем, такая же ситуация и на другом конце города, рядом с молодежным парком. Только здесь уже побольше ребятни. Многие родители, кажется, и не подозревают, насколько опасны могут быть зимние забавы для их чад. Только за три дня порядка 60 маленьких белорусов получили черепно-мозговые травмы. Практически все, как один, катались на надувных санях. Медики констатируют, за последние пять лет так называемая тюбинговая травма вышла на первое место. Как вам горка, рассказывается? Нормально. Страшно кататься? Нет, чуть-чуть. Не ударялись, не больно, ничего? Ударялись, но не больно. Стоп, врезалась. Здесь? Ну, тихонько, засдела. А мама с тобой разрешает ходить на горку? Да? Да. А не боитесь, что покалячитесь? Я считаю, что одних нельзя пускать. Почему? Ну, потому что это опасно. И с родителями тоже опасно, надо смотреть в оба. А как относитесь к тюбингам? У нас они есть, но... Ну, в принципе, положительно, если... Я считаю, что горка безопасная. В основном мы ходим на пятом микрорайоне, там маленькая она. То есть... Ну, и безопасная, чем это, да? Да, да. Поэтому мы на попе сегодня. Класс. Вообще, идеально кататься. Понравилось, да? Да. А не страшно? Нет. А вот смотрите, так близко к дороге подъехали. Не страшно, что вы можете вылететь на... Нет, она не доезжает. Она не доезжает. А родители пускают одних? Да. Ну, да. Да? Не страшно? Нет. А что, без шапки, без рукавичек? Что-то было. Первая жертва несанкционированных горок уже зафиксирована в Минской области. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе. В воскресенье днем ребенок ушел кататься вместе с 14-летней девочкой. Однако подружка домой вернулась, а мальчик нет. Родители забили в колокола. Позже сотрудники МЧС обнаружили тело ребенка в заброшенном очистном колодце. Там же была его шапка, а рядом лежала куртка и пластиковая ледянка. Горка не должна заканчиваться автомобильной дорогой, водоемом, забором или деревом. При выборе горки нужно обратить внимание перед спуском, чтобы не было осколков разбитого стекла, торчащих камней, коряк, трамплинов, всего того, что он нас может травмировать. Ну и на горке необходимо соблюдать дисциплину. Прежде чем спускаться, обязательно убедиться, что предыдущие спускающиеся уже отошли в сторону. Очень популярны тюбинги. Насколько они популярны, настолько они опасны, потому что развивают огромную скорость и практически они неуправляемые. Об опасности тюбинга медики начали говорить еще зимой 2019-го. Предлагали ограничить их продажу. Именно тогда, во время катаний, погиб 24-летний белорус. В этом же сезоне были зафиксированы сотни травм по всей республике. Все дело в том, что тюбинг неконтролируем. Его невозможно остановить, затормозить или повернуть. А значит, дети не в состоянии следить за ситуацией. Что касается горок, конечно, кататься только в строго определенных местах, на каких-то средствах, которые, скажем так, более безопасны. В первую очередь опасность стоит не только в снеге, но и в гололеде. Это самая главная опасность, потому что повреждения после травм, полученных после катания с горок, не так часто встречаются в данный момент, потому что в обруске не так много горок. Однако именно ватрушки сметают с полок магазинов, как горячие пирожки. Только задумайтесь, надувные санки могут разгоняться аж до 100 км в час. Поэтому для таких забав нужно выбирать горки с уклоном не больше 20 градусов. Малыши до 8 лет и вовсе не должны находиться на снежных спусках и возвышенностях одни. Главное, чтобы безобидные забавы не превратились в настоящую трагедию. Мария Бресневич, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.